Церковь, дорогие братья и сестры, еще одно очень важное дело нам предстоит увидеть и быть, наверное, его участниками молитвенными. В нашей объединенной церкви, да, присядьте на минутку, есть много форм обучения. Это институт, это библейские курсы, это занятия где-то по местам и среди этого множества длительное время работала видеошкола, так ее вначале называли Международная Школа Служения. Очень много сестер и братьев за период работы этой школы прошли обучение и повысили свой духовный уровень и знания о Боге, те, которыми должен обладать Божий человек. Это учебное направление в нашей объединенной церкви, по-моему, закрывается, что-то другое будет. Руководил вот этим отделением брат Александр, который проповедовал сегодня. И последние студенты будут получать документ об окончании этого учебного заведения. И мы попросим, чтобы они прошли сюда, и мы уже будем наблюдать, будем свидетелями того, что будет происходить. Конечно, мы поздравим и помолимся. Сюда проходите. Братья и сестры, мы знаем, что за Иисусом Христом ходили люди, которых все окружающие именовали Его учениками. Поэтому, будучи в Божьем Царстве, в Божьей Церкви, и быть Его учениками – это великая привилегия и честь. Передаю микрофон, пожалуйста. Можешь делать вступление и говоришь. Слава Богу. Братья и сестры, это торжественный момент, я верю, для Церкви, для наших братьев и сестрички. Они закончили. Братья и сестры, это сейчас проповедь того, что дело Божье, если начинается делать, оно должно быть закончено. И потому они закончили то дело Божье, которое было для них. Они учились, начинало больше людей, правда? Значительно больше, чем закончило. Но закончили они сегодня, и сегодня будем вручать им эти дипломы. И мы одеты сегодня в этих одеждах, братья и сестры, также для торжественного момента, для Церкви, чтобы действительно мы понимали, что мы все с вами призваны. Они призваны Богом на служение. И вот эти дипломы, которые буду вручать, они сами по себе мало что стоят. Но действительно они дают подтверждение, что братья и сестры наши, они совершили дело и, закончив успешно обучение, достигли определенного момента. И сегодня, более того, эти дипломы, они, может быть, мало стоят, что это просто бумажка, печать, подписи ректора, заведующего обучения. Но братья и сестры, они еще успели одну вещь, пока это отделение работало, оно уже закрывается сейчас, сейчас есть много прекрасных других форм. Но эти дипломы дают им возможность два года не учиться в университете, им сразу в теологическом институте зачитывается два года обучения. Поэтому они могут продолжить с этими дипломами и получить более легкое высшее образование библейское, теологическое. Ну, кто не успел, пожалуйста, все равно я призываю, приглашаю, братья и сестры, молодые или в возрасте, пожалуйста, учитесь. Поступайте на заочное отделение института и учитесь. Познавайте, Господа, есть так много, чего мы не знаем о нем. Поэтому добро пожаловать. Я хочу вручить эти дипломы, и мы поздравим, помолимся в церкови, чтобы наши братья, они получили новое вдохновение служить Богу для славы Его. Итак, этот диплом – высшее духовное учебное заведение, теологический институт христиан веры евангельской. Настоящий диплом выдан Абрамчук Илоне Яковлевне, что она в 2014 году поступила в школу служения и в 2016 закончила. И решением экзагнационной комиссии Абрамчук присвоена квалификация церковного служителя. То есть все необходимые знания она получила для того, чтобы служить. Теперь ей нужно служить. Поэтому поздравляю вас, пусть Бог благословит. Я перевешиваю этот путас, знак того, что она закончила успешно эту форму обучения. И мы поздравляем, и сейчас будем молиться. Диплом Колесниковичу Анатолию Константиновичу также вручается. Благословение вам, поздравляю вас, пусть Бог благословит. Привет. Вы еще достаточно молоды, чтобы служить Богу. Пипко Владислав Дмитриевич также заканчивает. Благословение вам, поздравляю. Вот ваш диплом, храните и умножайте. И Комину Андрею Павловичу. Андрей Павлович, благословение. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, диплом. И мне хочется, братья и сестры, вместе сейчас совершить молитву за наших выпускников и благословить их именем Иисуса Христа, чтобы они приносили плод. Давайте встанем для молитвы. Господь, мы всей Церковью, Боже, простираем свои руки на этих Божьих детей, на Твоих избранных, которых Ты, Боже, призвал в служение. Мы благодарим Тебя за то, что они прошли этот курс, благодарим Тебя, что они совершили эту победу, закончили это образование, они преодолевали трудности в своей жизни, они, может быть, были у них желание и оставить, но все же сегодня они свидетельствуют о том, что в Тебе всегда есть победа. И если ослабеваем мы, Боже, Ты дашь нам силу. И поэтому мы благодарим Тебя, что они сегодня стоят, как выпускники этого отделения. И мы благословляем сейчас именем Иисуса Христа, каждого из них в отдельности, чтобы они несли труд в Церкви Твоей, чтобы они были свидетелями и с дерзновением возвещали о славе Твоей, об имени Твоем Спасительном. Мы молимся о том, чтобы Дух Твой Святой почивал на каждом из них, и они принесли еще много плода. Господь, благословляем именем Твоим, и да будет Твой мир и Твое благословение в их жизни. Аминь. Слава Богу. Конечно, братья и сестры, и от себя, и от Церковного Совета, и от всех членов Церкви мы выражаем искреннюю благодарность Богу за вас и вам за то, что были прилежными. Дмитрий Николаевич, спасибо тебе за то, что очень прилежно занимался. Этой группой я видел, насколько ответственно относился к этому делу. И, может быть, по той причине удалось дойти до конца. Спасибо Сергею Александровичу, который отвечает у нас вообще за отдел образования в нашей Церкви. То же самое, спасибо. И я благодарю Бога за всех, кто учится и имеет желание учиться. Ведь оно безрезультатно не пройдет. Оно где-то проявится, оно где-то будет востребованным, оно где-то найдет себе применение. Вот буквально на этой неделе у нас отучилась группа сурдопереводчиков. То же самое, каждый раз я приходил и видел, они осваивали новые жесты, и я верю, что они на порядок поднялись. Поэтому, братья и сестры. Ну, брат Александр Анатолию сказал, достаточно молод, чтобы еще потрудиться. Помню, когда-то к нам приезжали американцы, и одному было 75 лет. Он у нас проповедовал на русском языке. Такой был акцент очень красивый, настолько приятно было его слушать. Но правильное построение речи. Он изложил тему, длительная проповедь была, и тема была изложена качественно. И знаете, о чем он сказал? В 73 года я стал изучать русский язык. В 75 он у нас проповедовал уже без переводчика. Это о чем говорит? Что если ты учишься, то результат непременно будет. Поэтому поощряю. Не важно, сколько вам лет. Пожалуйста, записывайтесь, ищите, интересуйтесь. И учитесь, и Господь, да, благословит вас. Смотрите, те, которые были учениками Иисуса Христа, о них потом было сказано, эти всусветные возмутители. Они привели в движение весь мир своей проповедью, будучи наученными от Господа. Если мы будем наученными, мы тоже что-то сможем сделать для пользы Его Царства и для славы Его имени. Тоже Сергей Александрович, едино поздравляю. Господь да благословит и употребит в своем Царстве и в своем деле. Братья, вас тоже. Брат Александр, спасибо. Спасибо за то, что трудились кропотливо, усердно. И вместе радуемся тому, что видим сегодня.